Добрый день, Зиат Мухаммедович. Спасибо, что уделили нам время и согласились дать интервью. Наши интервью и наши вопросы будут касаться деятельности фонда имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмад Хаджи Кадырова на территории Сирии, Ирака и вообще в странах ближнего и дальнего зарубежья. И вот наш первый вопрос мы хотели бы уточнить. Сколько времени уже фонд Кадырова оказывает помощь нуждающимся и жителям стран ближнего и дальнего зарубежья? Практически с 2009 года наш фонд имени Героя Российской Федерации Ахмад Хаджи Кадырова начал свою международную гуманитарную деятельность с территории Сомали. Как стало известно тогда всему миру, жители Сомали обратились тогда к президенту Чеченской Республики Рамзану Ахмадовичу Кадырову на то время с просьбой оказать помощь. Нам было очень тяжело. Там шла гражданская война, страшная засуха, вмешательство извне со стороны западных стран. Поэтому президентом Чеченской Республики Рамзан Ахмадовича Кадырова и Аймани Несиевна в качестве президента фонда приняли решение, чтобы мы начали свою работу с территории Эфьюби. И таким образом мы оказали помощь. Тогда в течение четырех дней смогли доставить более трехсот тонн продуктов питания беженцам и переселенцам из Сомали. И так со временем мы начали расширять географию и появились новые страны, где была необходима помощь со стороны нашего фонда. Это Сирия, это Судан, это Бирма, это Бангладеш, это Йеман и, конечно, есть из многих стран, куда мы направляем адресную помощь или оказываем помощь конкретным людям, конкретным пострадавшим людям от стихии или от террористических актов или по каким-то другим причинам. Сегодня самый большой объект, где мы оказываем помощь, это Сирийская Арабская Республика и Бангладеш. Бангладеш это на территории Бирмы, где с августа 2017 года по сегодняшний день более 60 тысяч беженцев получают ежемесячную помощь в виде одежды, продуктов питания, лекарства. А более 1 тысячи детей получают ежедневно образование без каникул. То есть мы с вами говорим летом, в августе разговариваем, но эти дети получают образование ежедневно на территории лагеря, на границе Бангладеша с Бирмой. По поводу работы нашего фонда в Сирийской Арабской Республике уже нет ни одной точки, нет ни одного горячего объекта или города, где наши волонтеры не работают. Мы работаем совместно с Российским Центром Министерства обороны Российской Федерации по примирению враждующих сторон на территории Сирии. Работаем с местными муниципиальными структурами в городах Алеппо, Латакия, Дамаск, пригород Дамаска, Дайр-Зор, Идлиб, Хама и с другими городами Сирийской Арабской Республики. За последние только полтора года более двух миллионов упаковок хлеба, это уже почти четыре тысячи тонн хлеба, уже раздано. Более трехсот тысяч человек получили одежду, это дети, женщины, старики. Более одной тысячи детей сегодня в Алеппо и в Дамаске учатся благодаря усилиям и помощи президента фонда Аймани Несиевны Кадирова. Вы лично общаетесь с президентом фонда Аймани Несиевны? Конечно. Обсуждаете с ней благотворительные акции? Хотелось бы узнать, что она говорит по этому поводу? Президент фонда Аймани Несиевны Кадирова – это очень чувствительный человек, очень богобоязвенный человек, истинно верующий человек. Поэтому она свою работу видит как обязательную миссию. Она видит, что она должна, или скажем так, то, что она делает сегодня, это ее долг перед человечеством, перед простыми людьми. И сегодня, что делает Аймани Несиевна, я вижу, что она делает от имени всех чеченцев, от имени всех жителей Чеченской республики. Конечно, бывает, что передаем ей много и российских наград, и международных наград, передаем письма простых детей, маленьких детей, голодных детей, тех детей, которые получают помощь от фонда, которые чувствуют внимание и переживания Аймани Несиевны, они передают ей письма, рисунки, подарки, изделия ручной работы. И, конечно, она всегда со слезами принимает эти подарки, и всегда заявляет о том, что работу будем продолжать, и будем выполнять свой человеческий и мусульманский долг. Вот не можем не поинтересоваться, вы сказали, что передаете письма Аймани Несиевна от детей, которые получили помощь. Вы сами ознакомились с содержанием этих письм, что, как правило, дети пишут ей? Ну, дети, которые маленькие, 3-5 лет, они еще не знают, что у них своя мама, а другие это благородные люди. Все обращаются к ней как к маме, которые более-менее уже осознали жизнь, уже обращаются как к старшей сестре или к бабушке. Они думают, что Аймани Несиевна живет недалеко от них в Сирии или в Бирме, в Сомали или в Эфиопии, думают, что через дом она живет, и просят ее к ним зайти в гости, или чтобы они к ней пошли в гости. Не понимают, что бывает более 5-7 тысяч километров, что Чеченская республика находится далеко от Бирме или от Эфиопии или от Сомали. У всех детей одно пожелание, что пишут, чтобы Аллах вперед Аймани Несиевны, чтобы он ей дал здоровье, просят Всевышнего, чтобы мир стал вечным на территории Чечни, на территории России. И просят здоровья Аймани Несиевны, ее детям, внукам, правнукам. И, естественно, желают удачи, здоровья всему чеченскому народу. Спасибо вам большое, Азиат Мухаммедович, за то, что ответили на наши вопросы. Мы вам желаем успеха и удачи. И, может быть, вы в преддверии дня рождения Аймани Несиевны тоже хотите что-то сказать или что-то отметить в ее адрес? Аймани Несиевна, хочу вас поздравить от себя, от имени всех детей. Это их сотни тысяч детей, которые получают помощь от вас. Благодаря вам они растут, живут, учатся. Но особую благодарность хочу вам передать от тех детей, которые вернулись из Ирака, из Сирии, которые родились на территории войны, где эти дети ничего не видели хорошего. Сегодня, благодаря вашему усилию, они уже учатся в школах, живут со своими родителями, со своими дедушками, бабушками. Все эти дети говорят вам, дай Аллах вам здоровья, счастья, дай вам Всевышний, чтобы вы никогда не узнали горе, чтобы вы всегда остались такими же добрыми, порядочными человеками с высокой нравственностью. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!